Вопрос о застройке территории речного вокзала рассматривается уже чуть ли не в десятый раз. Его судьба по-прежнему волнует многих барнаульцев. Сегодня проект обсуждали члены общественной палаты. Бизнесмен Надар Шония, он же новый собственник здания, уверяет, строительная компания хочет не просто куда-то вложить деньги и застроить территорию. Есть желание преобразить общественное пространство. Инвестор, любой инвестор, перед тем, как начать, приступить уже к проектированию, он изучает, проводит мониторинг по освоению данной площадки. Это в первую очередь мы изучаем мнение жителей города, чтобы на этом месте было бы востребовано для жителей города. Поэтому в планах инвестора создать популярное среди горожан место, которое не будет сливаться с окружающей застройкой. По словам Надар Шонии, у жителей останется доступ и на набережную, и на причал. По проекту новый объект станет единым целым с набережной. Планируется, что на этом месте появится многофункциональный комплекс с двумя жилыми домами, офисами. Здесь же будет парковка примерно на 850 мест, рестораны, а также фитнес-центр и частный детский сад на 80 мест. Эта часть луковая, там, стола, она, мягко говоря, сейчас депрессивная. Ее нужно развивать, чтобы там появились люди, чтобы там дохода жизнь. Появятся и школы, и детские сады. Сами-то себе школы не появятся. Они должны проектироваться, они должны предполагаться и все прочее. Второе, детский сад – это хорошо, но это тоже мало. 80 мест – это немного. Так что новый объект может решить сразу несколько проблем, в том числе острый вопрос с детским садом и школой в старой части города. И все это вместо полуаварийного здания, которое, откровенно говоря, в последние годы было никому не нужно. И при этом в Барнауле все еще остаются противники застройки речного вокзала. Инвесторы, которые многомиллиардные деньги, которые вкладывать готовы, у них руки опускаются и уходят. Ну и станет этот объект с разбитыми окнами, с разбитыми там фасадами. Ну, кому от этого будет лучше? По словам Нодара Шони, и в строительной компании готовы прислушиваться к мнению жителей города. Поэтому уже сейчас понятно – эта встреча с общественниками далеко не последняя. Не исключено, что когда объект построят, его оценят даже самые крепкие скептики. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.